МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Не устану повторять и благодарить. Я думаю, что и каждый из вас, из нас, что мы в Доме Божьем, что мы предеволюцион. Может, уже вещи какие-то банальные, о которых мы говорим много и часто, но от того они не становятся менее важными. Может, оно уже, что мы в Доме Божьем, чтобы это не стало для нас обыденным, само собой разумеющимся. Я думаю, что Бог так и предусмотрел в нашей жизни. Он допускает какие-то обстоятельства в нашей жизни, какие-то встряски, какие-то праздники даже, которые были в Ветхом Завете. То есть на что-то обращают наше внимание, какие-то точки, чтобы мы возвращались к основам, чтобы мы смотрели, куда я иду, с каким мотивом я иду, с кем я иду, куда направлен мой взор, куда направлено мое сердце. По-разному Бог. Может, через какие-то, я же говорю, обстоятельства. И Бог их допускает не для того, чтобы мы ожесточились, опустили руки. Да, Бог нас, мы говорим часто, Бог нас в них меняет. Бог хочет, чтобы характер Христа, чтобы Христос через нас в этих обстоятельствах, или после того, как мы пройдем, проявлялся через нас. Но также и через, даже, я не знаю, служение благодарения. Говоря, хотя бы там, чтобы приходить, и пастор говорит, хлебопреломление. То есть мы возвращаемся, хлебопреломление, мы вспоминаем о его жертве. То есть мы возвращаемся к основе. Потому что какие-то суета, дела, даже христианские дела, даже касается служения, какая-то суета может быть даже такая праведная. Мы что-то делаем хорошее, мы суетимся, мы переживаем о том, чтобы не забыть, о том, чтобы, я, например, какую-то мысль не потерять, чтобы сказать то, что ты хочешь, ты переживаешь. Может кто-то, ага, чтобы правильно спеть, сказать кому-то, что-то не забыть, передать там и так далее, и тому подобное. Но за всем этим всё равно не забыть. Бог возвращает нас к основе. Бог, наш взор возвращает. Я, знаете, недавно даже так, ну, не знаю, знаете, есть вещи какие-то мы знаем, уже много раз мы говорим. Оно как откровение пришло. Я думаю, вот мы говорим, надо читать Слово Божие, надо молиться, надо читать. Я вот думаю, как бы мы это ни говорили, но всё равно для некоторых всё равно остаётся церковь, ну, богослужение, единственное место, скажем так, где он слышит Слово Божие. Ну, как ни печально это, да, ну, как бы всё равно какие-то суета, дела именно. Я даже смотрю, даже на репценты, люди находясь, как бы каждый день вроде в этом, всё равно надо, ну, как бы постоянно это возогревать. А я понимаю, когда какие-то проблемы, дети, внуки, какие-то трудности, обстоятельства, работа, не всегда у нас доходят руки. Хоть мы к этому побуждаем, это правильно, это должно так быть, но я говорю, ну, по практике служение для некоторых остаётся вообще единственным местом, где он слышит Слово Божие. Ну, потому что там не успевает суета, ещё какие-то дела. И поэтому, если человек ещё пренебрегает служением, если человек пренебрегает, ну, Домом Божьим, ну, как бы я не знаю, какими, где у человека брать те силы и как, чтобы пройти, потому что есть обстоятельства такие, которые мы не пройдём своими силами. Ну, не пройдём. Там своим человеческим опытом, мозгами. Есть обстоятельства, которые мы можем пройти только силой Его, силой Его благодати. на какие-то обстоятельства Бог допускает в нашей жизни, например, там, через 10 лет. Вот мы с Господом, и Бог, ну, на этот срок у нас должен быть определённый уровень познания Бога. Ну, так как, ну, наверное, Бог планирует, Бог видит. Если у нас этого нет, если мы благоприятное время, которое было у нас, ну, мы как бы, так, лето красное пропело, как-то так именно всё служение, а потом поёт, а слово там, а такое там, служение благодати, а там, и как-то так вроде ничего, всё нормально там. Но потом мы заметим, какие-то обстоятельства приходят, какие-то, которые выше нас, которые мы не можем, ну, как бы, понять, разложить по полкам, так по-плоцки, да? И мы чувствуем, что... И в этот момент опять же Бог допускает не только, что, ага, я же тебе говорил, там, что ты делаешь. Даже в этих обстоятельствах это для нас как звонок. Или я к Богу обращусь, да, или человек притыкается, разворачивается, там, начинает роптать, или там падает, или ещё что-то, разочаровывается в церкви, в Боге. А почему? Может, даже я же говорю, самая быть банальная причина, что то время, которое должно было быть, как-то несерьёзно там было и так далее. И вот сегодня я бы хотел, чтобы мы открыли книгу Иисус Навина. Иисус Навина, последняя глава, 24-я, 14-й и 15-й стих. Книга Иисус Навин, 24-я глава, 14-й и 15-й стих. Чтобы мы некоторые моменты мы посмотрели, мы проанализировали, может, да. Мы знаем о том, что нет ничего нового, то, что проходили израильский народ, то, что проходили мужи божьи, то, что проходили, то, что мы читаем из истории, мы уже знаем, что это не просто история, это история, да. Но в этом также и образ для нас, в этом и ободрение, и предостережение, и подкрепление. Очень наглядно мы можем в Слове Божьем видеть картину как бы Божьим взглядом, видеть картину сверху или со стороны. Мы можем видеть начало и конец истории. Мы видим поступки какие-то, как человек поступает, мы можем видеть последствия или благословения, или наоборот, ну как бы проблемы. Мы можем видеть как бы как со стороны. Не всегда мы можем на свою жизнь так посмотреть. Но благодаря Слову Божьему и читая истории Светхого Завета и Знового, какие-то принципы, которые в Слове Божьем. Само Слово Божие, это для нас уже должно быть ободрение. Мы видим, ой, постой, так у меня тоже так. Ага, если я буду делать так, значит закончится вот так. То есть Слово Божие, это не пустое для нас. Итак, Иисус Навин, это момент, это последняя глава. Она называется, ну как не называется, а когда разбивают какую-то книгу Библии, ну как делают такой скелет, да, когда там исследуют. Эта часть называется как бы как прощальные или последние слова Иисуса Навина и обновление Завета. Обновление Завета. Иисус Навин уже должен пойти к Богу, умереть, да. И вот Он собирает народ, и Он говорит, ну очень важные вещи. Он повторяет им то, для чего мы вышли, то, что мы прошли, то, что это Бог сделал, то, что не они своими силами, не своим оружием, а то, что даже за всем этим, за теми победами, которые Бог, переход через Иордан, сражения там с Самареями и так далее, Бог был с ними. Он говорит, Он напоминает им и говорит, что не своим оружием, не своими силами, а Бог своей благодатью, своей силой даровал вам победу, дал вам землю, дал вам землю, дома, которых вы не строили, плоды, деревья, которые вы не садили. То есть Бог, и это прообраз для нас. Бог дал нам свою благодать. Бог дал нам Христа. Мы не заработали это. Не по своим делам, не по своим. Бог даровал нам это сегодня. И вот в какой-то момент Бог приходит через Слово Божие, через откровение, через проповедь, и Он напоминает, Он говорит, посмотрите. И вот вы знаете, это Он говорит, 14 стих. Итак, как итог, да? Бойтесь Господа и служите Ему в чистоте и искренности. Отвергните богов, которым служили отцы ваши за рекою, и в Египте, а служите Господу. Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить. Богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекою, или богам Амареев, в земле которых живете? А Я и Дом Мой будем служить Господу. А говорит, А Я и Дом Мой будем служить Господу. Давайте посмотрим. Это конец жизни Иисуса Навина. Это человек неповерхностный уже. Это служитель Божий, который прошел от и до, который прошел с Моисеем, который поднимался с ним на гору, который ходил, как соглядатый в землю обетованную. В нем как раз и был тот дух веры вместе с халевом, когда они ходили. Мы можем сказать, что человек, который знал Бога, который вел народ, непростой народ, своенравный народ, народ ров, хотя вроде бы можем сказать, но это прообраз как верующих. Нельзя сказать, что с ним неверующие шли. И сегодня это как образ церкви. В какой-то момент сегодня Бог обращается к нам. Иисус Навин – это прообраз Христа, прообраз Бога. И Он идет впереди нас. И сегодня Он нам говорит. Итак, это не евангелизационная проповедь. Можно было сказать, ага, изберите, кому служить. Это, наверное, как для неверующих. Но Он не говорит это для язычников. Это говорит людям, которые прошли уже какой-то путь. И Он со своего опыта, какого-то уже опыта, знания, характера служителя, Он говорит, итак, ныне пришел момент, я ухожу, но на мне не заканчивается. Он говорит, Он передает, ныне изберите ныне, кому служить. Изберите, сделайте выбор, если вы его не сделали. Или, может, сделали когда-то под влиянием чего-то, каких-то обстоятельств, или когда враги нападали, вы приняли это решение, или когда, ну, что-то было, какое-то чудо вы увидели. Но прошел какой-то момент, прошло какое-то время, какие-то обстоятельства, суета. У них точно такие же были, ну, как бы, дела. Может, не было, там, телефонов, телевидения, ну, не знаю, там, чего-то не было сегодня современного, но проблемы были те же. Та же суета, та же идолопоклон, та же плоть, те же обстоятельства, те же вызовы, те же вызовы. Но он говорит, итак, бойтесь Господа и служите Ему в чистоте и искренности. Можно было бы на этом и закончить, сказал, или он сказал, вы служили там так, говорит, ну, отвергните богов, которым служили отцы ваши за рекою и в Египте, а служите Господу. И я из этой истории, как бы уже, чтобы время не тяну, несколько пунктов, как бы, записал, я думаю, что они будут полезны для нас. Первое. Из этих двух стихов, вы знаете, я увидел то, что со слов Иисус Навина, что подразумевается, что не все изберут Господа и не все будут служить Ему. И вы знаете, это не трагедия для него. Говорит, ах, там, он говорит, ребята, вы знаете, это как, я вижу человека, который уже что-то прошел, наоборот, не младенца, и, может, не в какой-то религиозной, там, он говорит, ребята, знаете, как сели, так, давайте поговорим по-мужски, да, или там, давайте поговорим вот так вот просто именно, вот так, так и так. И он говорит, изберите ныне кому служить. Не хотите служить Господу? Изберите, пусть это будет, ну, как бы, ваше решение. Я с одним человеком недавно говорил, ну, по нашей, как бы, профилю там, да, он звонил, и он был и на центре, там еще где-то был, и что, вот это вот все не может уже, и посадили, и то, и так, и сяк, и все не может никак, ну, понять, надоело оно ему или не надоело, или к Богу, или не к Богу. Я уже, знаете, как-то, он тут так говорил, говорил, он все, как вроде, как сам себя уговорить хочет, как бы. Я уже как-то, не знаю, так по-человеческому, да, как и Павел говорит, по-человеческому рассуждению вам говорю. И вот я ему говорю, слушай, нехуй, нравится тебе там, живи там, не морочь, ни себе голову, ни нам. Нравится, служи себе, ой, там, будь, да не мучайся. Там, какой-то там от греха получаешь, все равно какое-то удовлетворение какое-то. Живи себе там, да не мучайся, все это, как бы, чего ты именно... Да? Да. Я говорю, ну, я тебе не советую это. Говорю, ну, если так... То есть я не могу, честно говоря, ну, как бы, ну, понять некоторые ситуации там. Я понимаю, там уже, знаете, когда человек там, ну, ни разу еще не был там, или как-то он не понимает. А когда вот это, а, начинает с Богом вот это торговаться там. Сегодня тоже с одним говорил, я говорю, так, тебе надо, если едешь хотя бы на полгода потеряться тут, хотя бы на полгода. А можно на три месяца. Все пытается. Я говорю, слушай, ну, я не буду с тобой торговаться там, или ты со мной, как бы на три месяца. Надо, вот, надо так и так. То есть мы не будем, то есть там... Ну, это для тебя, во-первых, надо. То есть иногда вот мы как-то вот все равно по-своему. Вроде бы я и делаю шаг к Богу, но вот все равно надо вот как-то по-своему. А вот это можно? А то можно? А можно я еще последнюю сигарету выкулю? А можно я еще там то? А можно еще это? Так и он, как бы, ну, Иисус Навин, он смотрел, он говорит, ребята, служите Господу в честь... То есть он сначала говорит волю Божию, он сначала говорит то, что угодно Богу, а потом говорит, отвергните богов, говорит, если же не угодно вам служить, изберите ныне кому служить. Изберите, это ваш выбор. То есть я увидел, что подразумевается, что не все будут... Пусть нас не удивляет сегодня, чье-то пустое место. Сегодня мы говорим тоже, это, может, как одна из банальных вещей, за которой мы говорим, идет война духовная, да? Ну, и на какой-то момент для нас это все равно. Ну, война там, война. Даже те пустые места, кто-то рядом вчера, позавчера, год назад он был, идет духовная война. Идет духовная война. Точно так же неверующие, которые нас окружают, не все выберут Христа. Не все выберут Христа. Не все сделают выбор в пользу Бога. К сожалению, к сожалению. Смысл в том, что мы не знаем, кто изберет, а кто не изберет, да? Мы не знаем. Поэтому мы должны бодрствовать, поэтому мы должны быть светом для всех, свидетельствовать, говорить, насколько нам Бог дает мудрость, побуждает нас. Поэтому я увидел, что не все будут служить. Даже, опять же, это же он не язычникам говорит. Он так говорит. Можно было сказать, что это у тебя? Ты к чему народ вообще побуждаешь? То побить камнями его именно. Ты что такое говоришь вообще? Что значит, изберите там? Но я здесь вижу как бы путь человека, который уже что-то прошел, который имеет опыт, который уже ушли, знаете, какие-то вот эти религиозные там витания, летания где-то именно, которые по факту. Ребята, так, так и так и так. Вот Бог желает, чтобы вы все служите Ему, служите в искренности, в чистоте. Нет, не служите. То есть будет там то, то, то и то. Все. Поэтому я увидел, что не все будут служить Господу, не все изберут Его, к сожалению. К сожалению. В Евреям 3 глава, 19 стих написано, Евреям 3,19, когда тоже народ, послание к евреям. «И так видим, что они не могли войти за неверие». То есть, ну, за некоторых как бы, когда вот там он пишет, что услышали голос Его, ожесточили сердце Свое, не могли войти. Не все, говорит, вышедшие из Моисея, ну, не все, которые вышли из Египта с Моисеем, говорит, не могли войти за что? За неверие. Не могли войти за неверие. Тоже израильский народ, тоже часть Божьего плана, Божьего видения. Но не все вошли. Не все вошли. Почему написано? Из-за неверия. Неверия. Не доверили Богу. Не пошли верой. Не пошли этим путем. Сегодня мы тоже идем этим путем веры. Сегодня мы тоже, нам не все понятно. Сегодня мы тоже, мы не в полноте видим и понимаем Господа сегодня. Сегодня нам еще не все открыто. Может, и не будет все открыто. Мне понравилось какую-то, по-моему, субботу, да? Я запомнил и записал, что пастер сказал, не во все планы нас Бог посвящает. Да, Бог нам открывает что-то, но нам, Господи, вот почему? А вот так, а вот почему вот так? Но не все планы нас Бог что-то открывает, а что-то нам может будет, надо будет сделать этот шаг веры. Или сказать просто, Боже, я не знаю как, я не знаю что, но я доверяю Тебе. Может, Бог поэтому и не открывает. Поэтому написано, не все могли войти за неверие. Не все вошли. Первое Коринфянам, 10 глава с первого стиха. Первое Коринфянам, 10 глава с первого стиха. Тоже знаем эту историю, когда «Не хочу оставить вас, братья, в неведении». Здесь тоже Павел, тоже служитель, который, как Иисус Навин, что-то уже пройдя, и у которого уже по истечении какого-то времени, прослужив Богу, уже тоже, наверное, какие-то религиозные, и уже отошли на второй план. Говорят, «Братья, не хочу ставить вас в неведении». О том, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, все крестились в Моисея, в облаке и в море, и все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне. Вы знаете, нам, я уже говорил о том, что нам, мы склонны, ну, как бы, прошлое так приукрашивание. «Ой, так классно!» «Ой, там так классно!» И израильский народ, вы знаете, он вот это, «Ой, Авраам!» Вот народ наш, Бог вывел наш, Иегова вывел народ из Египта, всех там. Он говорит, «Ребята, ну, это хорошо, но давайте копнем глубже». Все это вышли, да? Но давайте посмотрим на, не на просто картинку, не на просто на хорошую историю, давайте посмотрим на суть этой истории. Говорит, «Не хочу оставить вас в неведении, братья, что да, все были под облаком, все, все вы, все, все слушали одни и те же проповеди, да, все говорили «Аминь», да, все говорили «Будем служить Господу», да, все тут, но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были, а это были образы для нас написано. Точно так же Иисус Навин, Он говорит, не все, да, Он говорит, «Итак, бойтесь и отвергните богов, отвергните, сделайте выбор, примите решение, примите». Даже в этом, в нашем решении, «Ой, Бог так требовал, нам надо еще решение принимать, нам надо как-то…» Даже в этом любовь Божия. Прими решение, выбери меня. Выбор Христа – это, ну, это наш выбор, добровольный, добровольный. Дьявол у нас, чем отличается, дом рабства, от служения Христу, мы выбираем добровольно, мы добровольно идем за ним, из любви, ну, должны. Бог нам через чудеса, через… Бог нам как бы как мы… Ребята, я тут, я живой, вот чудо, вот там, о, раступилось, вот получил свободу от наркотиков, от алкоголя, от депрессии, ты увидел выход, тебе открылся Христос, Он живой, Аллилуйя. А потом говорит, ребята, ну, сделайте этот выбор уже, все, чудеса я вам… Что я здесь, я живой, ты получил, и ты получил, ну, все, теперь прими… Хорошо, Иисус, я иду за тобой, я принимаю это решение. Так и тут же, прошел какой-то момент, прошло какое-то время, они перешли через Иордан, Бог даровал им землю, Он говорит, и так, и так, как итог, какой-то, давайте подведем итог, давайте подведем черту, бойтесь Господа и служите Ему, изберите ныне, кому служить. Не все будут служить, не все изберут Его, я думаю, что после этого, хоть все там, да, будем это, мы не знаем сердца, мы не знаем… Следующее, первое, я сказал, что подразумевается, что не все будут служить Господу, не все изберут Его, поэтому это тоже, пусть для нас будет как, ну, не то, что как такой факт, а ну, слава Богу, ну, пусть это нас, ну, дьявол нас через это не… не теребил, ой, посмотри там, а там кто-то ушел, а там это, или там много людей, а там мало именно, пусть нас это, ну, это вообще, если так копнуть слово, или в служение Христа, он никогда на это не ориентировал, ни нас, ни своих учеников, ни сам не ориентировался. То, почему это уже человеческое такое, что у нас какое-то вот движение, там, мега церковь, я думаю, что это вообще даже… следующее, это выбор, то есть служение Христу, служить Ему, выбор Господу, это наш выбор, это решение, второе, это наш выбор, это решение, это не просто так, я проснулся, или под влиянием каких-то… Да, мы можем в начале, никто не приходит к Господу, там, пришел первый день, и Господи, я хочу служить Тебе, я посвящаю свою жизнь Тебе, даже если мы говорим это в первые дни, там, да, своего покаяния, или когда Бог сделал какое-то чудо, то мы в большинстве это делаем все равно под, ну, еще влиянием, да, то есть первой любви, Бог коснулся, и мы… Но мы не всегда это еще осознаем, ну, в полноте, да, мы можем под влиянием эмоций, своих чувств, да, это сказать, но это выбор, прошел какой-то момент, Бог перевел через Иордан, прошло какое-то время, какие-то уже обстоятельства, суета, время прошло там, он говорит, ребята, сделайте выбор все равно в пользу Господа, я уже сделал выбор, ну, хорошо, что сегодня в твоем сердце, что там, как, может, там уже и место, уже и Богу негде всунуться именно, может, ты его и сделал, да, я покаялся, но народ израильский, я еще раз скажу, это не евангелизационная проповедь, он не говорит это ни верующим, ни язычникам, ни людей, которые… это люди, на глазах которых все было, на глазах которых все, не уже не говоря за людей, которые были в пустыне, которых Бог вывел из Египта, чудесами шел впереди них, и ночью, и днем, и манной кормил, и сколько из них осталось, сколько вошло, мы знаем, поэтому это выбор, или в пользу Бога, или в пользу Бога, или в пользу, он говорит, кому служить, богам ли, ну, с маленькой буквы, или других богов, или других богов, или других богов, следующее, исходя из этого, мы думаем, что других богов, это… А, ну, а я другим богам не служу, как бы, да, это что-то, ну, у нас, может быть, тоже сложилось, что это какое-то служение другим богам, это официально так. Я хожу в какую-то секту, или я хожу поклоняться куда-то, или я что-то... Сегодня это мое сердце. Я сегодня могу не обязательно об этом заявить, но другим богам... Сегодня Бог с маленькой буквы — это князь мира этого. И Он настолько лукавый и хитрый, что не обязательно... Ну, не в этом будет выражаться. Это уже крайняя форма такая явная, да? Мы сможем сказать, ой, там человек, там какой-то, ну, чем-то там, ну, когда он ходит там и куда-то там, какой-то там деревяшки скажем, а, ну, он там идолопоклонник. А в нашем себе, может быть, мы можем поклоняться своей гордости, своему эгоизму, успеху, престижу, работе, вещам. Я не знаю, даже той суете, к людям, что в моем сердце, к чему я служу, к чему я уделяю время, о чем ревнует мое сердце, кому или чему предано мое сердце, о чем оно размышляет, к чему стремится. Вот это вот тайное, внутреннее больше, имеет вес как бы перед Богом, говорит перед Богом больше, чем, ну, что-то внешнее. Поэтому я сказал, что это выбор, ну, следующее, что есть, подразумевает, есть и другие Боги, но опять же, это не официально, а вот, ну, что там человек служит, а неявно может, может, знает только он, Бог, и, может, мы об этом и не задумываемся иногда, но мы должны понимать, что нет середины, нет середины. Ты думаешь, ну, а я Богу, знаете, как так просто там человек там где-то, а я служу Богу там, а я от Бога не от... Ну, я или служу Богу, или что, или автоматически я служу каким-то вещам, может быть, гордости, похотям, себе. Само слово служу, давайте мы посмотрим, служить слово в оригинале, оно в этих двух стихах семь раз, ну, его используют, ну, даже Иисус знает, семь раз. В двух стихах всего. Слово служить. Первое — это работать, трудиться. Второе — возделывать, обрабатывать. И следующее — служить, быть рабом. Покоряться, покоряться, возделывать, работать. И то есть можно даже посмотреть, даже не называя, ну, как бы, да, мы говорим, ага, других богов, чему там человек поклоняется. В чём выражается даже служение? Работать, трудиться, возделывать. Это чему я уделяю время? Что я возделываю? Чему я служу? К чему я раб? Или кому я раб? Покоряться. Кому я покоряюсь? Под волю Божью? Или под просто человеком? Или под свои желания? Что я возделываю сегодня? Можно возделывать свою обиду внутри, можно возделывать, я не знаю, похоти, желания. И в этом... А про Бога вспоминать, ну, там, человек пришёл на служение, а там, остальное время, то человек... Чему я уделяю? Чему предано моё сердце? Вот о чём говорится. Вот слово «служить», оно имеет больше сути и наполнения, чем просто там человек взял, ага, я служу, я там взял что-то, ну, что-то сделал в церкви или там для Бога, какое-то доброе дело. Это моё сердце. Служение даже, оно должно идти из моего сердца, и потом уже оно касается моего тела, моих поступков, моей души, моих чувств. У нас бывает наоборот. У нас бывает тело, сердце где-то, или у нас бывает наша душа, мы под состоянием эмоций, а наше сердце, оно, ну, где угодно. Но это должно включать даже моё служение Господу, это выражение моего сердца, моих мотивов, моих желаний, моих стремлений, что я возделываю, куда я стремлюсь, что я хочу, о чём я ревную. Да, не говорит о том, что, ну, ни о чём другом, только я вот должен думать там. Это тоже как другая крайность такая религиозная. Ты шо, ты там подумал, там, за новый телевизор, разруш эту мысль там прямо сейчас, там, или там ещё что-то там. За шо ты там подумал? Там за квартиру. Ты шо, это сильно похотями попахивает какими-то уже, там, или ещё там чем-то. Не, не за это говорится. Я думаю, мы понимаем, что мои глубины, мои желания, мои стремления покорятся. Чему я пока... Написано, смиритесь под крепкую руку Божью, под Его волю. Может, Бог чему-то меня побуждает, какому-то месту, служению, воле своей, что-то открывает в отношении призвания, что-то побуждает меня начинать, что-то побуждает меня в каком-то служении, в какой-то верности или в чём-то именно, чтобы я... Я могу это именно отфутболивать, но в то же время я покоряюсь чему-то другому. Своим желанием, своим плотикем, это больше, чем... Бог ко мне стучит именно. Можно сказать, да я там, я другим богам не поклоняюсь, я служу только Богу, я хожу в церковь, я хожу... А Бог меня к чему-то там как бы теребит. И в этот момент я, получается, я поворачиваюсь спиной к Богу. И вот за это он говорит. Вот за это он говорит. Поэтому, говорит, ну, нет середины. Или ты служишь Господу, или написано другим богам. Галатам, даже если мы берём эту пятую главу, да, Галатам, пятая глава, там, сковость 19 стиха, мы говорим за плоды Духа. Но перед этим есть дело плоти. Если мы понимаем, что одно противопоставляется другому, то есть оно не идёт отдельно. Если у меня нету, можно сказать, по-простому плодов Духа, и я не ревную об этом, то что, то дела плоти где-то недалеко. Дела плоти известны, и они суть, прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия. Ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. И он дальше говорит, плод же Духа, то есть он как противопоставляет. Говорит, дела плоти, они известны. Всем известны, и в миру были известны, а сейчас тем более. Потому что мы понимаем, что как верующий, что плоть, она тоже имеет голос. И не всегда, даже дьявол, он никак не напрямую, даже через нашу плоть. Можно сказать, да я там, дьявол мне. Но дело о плоти так взяли вверх, что написано, плод же Духа, здесь как противопоставление. Плод же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, верность, кротость, воздержание, как противопоставляется. Здесь перед этим написано, плод желает противного Духу. Дух противного плоти. Они друг другу противятся. То есть здесь смысл какой в этом? Если ты выбираешь Дух, то ты поступаешь по Духу, и плоды Духа будут проявляться в твоей жизни. Ну, плоды Духа Святого. Если ты выбираешь, то есть здесь или то, или то, понимаешь? Говорит, Дух желает противного плоти. Они весь друг другу противятся. Поэтому, говорит, чтобы не исполнять вожделение плоти, выбирайте Дух, выбирайте Божье. И тогда, что мы иногда боремся с плотью, пытаясь о этом желании, мы за это молимся, поступайте по Духу. Суть даже этого, даже в этом сокрыт. Поступайте по Духу. Поступайте по Духу. Например, кому-то там, не знаю, что там, какие дела плоти. Ненависть, зависть. Плод же Духа, любовь. Выбери любовь. Например, молись, там за этого человека. Сделай что-то, делай какие-то шаги. Иди на примирение. То есть поступай по Духу. И автоматически дела плоти, они будут отступать. Автоматически дела плоти, они будут оставаться сзади. Поэтому, следующее. Знаменитые слова Иисуса Навина, да, он говорит, а я и дом мой, будем служить Господу. То есть, независимо, я буду служить Господу, независимо от выбора всех остальных. Независимо от выбора всех остальных. Так нам хочется, да, я понимаю, что чтобы все вместе, чтобы больше, чтобы и те, и соседи. Но, вы знаете, я думаю, что даже, он был даже готов быть, даже если все, да, развернуться, даже если все, он говорит, а я буду служить. Он говорит, вы изберите, кому служить. Или тем богам, кто там еще за рекой написано, это еще, которым Авраам там поклонялся, до того, как Бог ему открылся. Или богам Амареев, которых Бог прогнал народ от вас именно. Говорит, а я и дом мой, буду служить Господу. То есть, независимо даже от вашего решения. Вот это у нас должно быть. Мы не идем в Царство Божие за компанию, или толпой, или со всеми. Да, мы идем церковью, но Бог имеет с каждым из нас отношение индивидуально. Мы все понимаем, что они, а ты с какой церкви? Там такой-то, проходи там. А ты с какой? Э, нет. Или все, или никто. Нет, мы понимаем, что индивидуально, ну, наши отношения с Богом, и наше сердце, и наше исповедание, как бы, пред Ним. Поэтому, мы должны это понимать. Пусть у нас будет, в этом году и в дальнее, пусть у нас будет это решение. А я и дом мой, я буду служить Господу, независимо ни от чего. Тот ушел, тот пришел, тот хочу служить. Вы знаете, если ориентироваться даже на кого-то, если более вы служитель, вы можете сказать, что если так, так и у тебя руки опустятся. Пока кого-то уговоришь именно. Да, было время, можно сказать, вот тогда, меня никто не уговаривал, меня тоже никто не уговаривал. Я пришел, и мы буквально с первого дня, как покаялись, начали служить. И что-то делать, и подметать, и красить, а потом и группы. Сейчас это как-то, да, мы можем сказать, Бог по-другому сейчас как бы, сейчас такого может нету, да. Но от этого пусть у нас не опустятся руки, да, то, что Бог нам доверил, стоять, побуждать, к служению, ну независимы они, даже если кто-то будет разворачиваться, кто-то служить там немоно, опускать руки, не хотеть служить, давайте пусть у нас будет это решение, а я буду служить Бог. То есть он как, здесь вот это, а, да, это как противопоставление, а я буду, то есть независимо как противопоставление, даже если вы действительно изберете служить другим Богам, а я и мой дом, все. Тем более человек на пороге уже перед смертью, да, он, знаете, ребята, я делал то, что мог, я исполнил волю Божию, мы перешли через Иордан, мы прошли, я не думаю, что, знаете, это жестокий человек, который не хотел, ему было все равно на этих людей. Я думаю, что нет, вы со мной согласитесь, да, но пришел момент, когда он уже говорит, ребята, вот так и вот так, вот, поэтому пусть это в нашем будет сердце. Я не знаю, с чем мы, да, что Божья волна, Бог будет возвращать, будет еще пробуждение, будет, слава Богу, может не будет, или когда это будет, там, да, может в следующем поколении, там, может будет, не будет, независимо ни от чего. Мы не идем к Богу с условием, ага, если ты там, если тот будет служить, а если там эта церковь, а если там то, а если это, нет, пусть в нашем сердце, а я, и следующий, последний пункт, здесь хороший, как бы тоже, как смысл и ободрение, ну, для нас, а я и дом мой, потенциально в каждом из нас, в нашей вере, все равно заложено, мы отвечаем, как бы, так сказать, да, если в то время, глава семьи, глава рода, он был все равно, как, как старший, как, можно сегодня, современным языком сказать, как ответственный, да, за то, чтобы в его колене, в его семье, там, читали Слово Божие, почитали, чтобы не было там того-того, мужчина был, то сегодня, в каждом, если Бог привел нас сегодня, если Бог спас нас сегодня, да, может, так бы хотелось, ой, там, родственники неверующие, я там, сын зависим, если мы сегодня, Бог спас меня, Бог открылся мне, мне открыта истина, на мне все равно потенциально, ответственность за мой дом, ну, пусть это не будет, как бы, ага, опять же, Господи, если ты там спасешь, там, я тогда буду, там, если ты, пусть прежде всего будет, а я, Господи, и мой дом, будем служить Богу, то есть потенциально, все равно, в каждом из нас, все равно, мой дом, мои родные, мои родственники, можно сказать, а это стопроцентная гарантия, что там, тот, тот, что твои родные, не стопроцентная, но если мы не будем, если я так не буду, ну, не скажу так, а я не буду вообще, тогда ее вообще нету, тогда нам вообще не на кого уповать, тогда нам вообще не на кого, Вы это знаете, как русская рулетка. А, как-то там будет, не будет именно. Но я верю, Боже, что я и мой дом, я в духовном мире. То есть моя задача сегодня молиться. Моя задача сегодня самому исполнять волю Божью. Моя задача находиться на том месте, которое Бог для меня определил. Моя задача быть светом, что немаловажно, когда пастор говорит сейчас за детей. Нам так хочется именно, чтобы пришли, чтобы поступили, чтобы любили Бога, чтобы боялись Бога. Потому что важно, чтобы и мы были светом в своем доме. Важно, чтобы и мы действительно любили Бога и почитали Бога. И не только на словах, не только в церкви, а и дома. А и дома сами жили этим. Поэтому потенциально все равно в каждом из нас мои родные, мой род, мое поколение. Сколько даже мы читаем родословину Иисуса, которая писалась по ком? По мужчинам. Ну, есть ли женщины в родословной Иисусе? Есть. И причем некоторые женщины, которые вообще не должны были. Раф, кто? Блудница вообще. Как она туда? Как это вообще именно? Как она туда попала? Так и мы, может, сегодня. Мы и не должны были и быть. Но мы сегодня. И потенциально все равно на мне эта ответственность. Да, хочется что-то как бы и на Бога. Ну, давайте исполнять свою часть. Это вот этот, я еще раз скажу, этот кусочек, это как бы обновление Завета. Написано после этого, когда и израильтяне сказали, да, мы будем служить Богу, мы выбираем Господа. Он нас вывел. Написано, и заключил Иисус, там, 25 стих. И заключил Завет Иисус Навин в тот день именно. То есть Завет это двухстороннее. Давайте исполнять свою часть. Давайте ревновать о том, чтобы мы. Так хочется, конечно, вот, чтобы кто-то изменил. Чтобы вот так вот было. Чтобы вот так. Ну, а за мной уже не заржавеет, да, нам так кажется. Но на самом деле Бог работает с нами. Если Бог нас привел, Бог нам открылся, Бог нам открыл Христа, все равно потенциально во мне и мои родные, и близкие. И да, надо, будем говорить, да. Но важно, чтобы мы все равно стояли в том месте, которое Бог определил. Чтобы мы даже в духовном мире не стали в оппозицию к Богу. Не повернулись к Богу спиной. Хоть и физически мы находились на территории Божьей. Поэтому пусть эти слова, я еще раз их прочитаю. Итак, бойтесь Господа и служите Ему в чистоте и искренности. Отвергните Богов, которым служили отцы ваши за рекой в Египте. А служите Господу. Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себя ныне, кому служить? Богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекой, или богам Амареев, в земле которых живете. А я и дом мой будем служить Господу. Аминь. Пусть это будет нашим девизом, пусть этим нашим, не просто будет как провозглашение, пусть это будет нашей сутью. А я и мой дом, за который мы молимся, за который мы будем сегодня молиться, за родных, за близких, за себя. Будем служить Богу, независимо ни от чего. Будем стоять, доверять Господу до конца. Пусть Бог нам даст благодать на это. Пусть Бог нам дает силы, понимание, познание Его. Давайте помолимся. Господь, во имя Иисуса Христа. Боже, мы приходим к Тебе в этой молитве, во имя Иисуса. Боже, мы стоим сегодня пред Твоим лицом. Какой-то период, время, как Иисус Навин с народом стоял пред Твоим лицом. Боже, мы молим Тебя во имя Иисуса Христа. Мы выбираем Тебя. Помоги нам служить Тебе в чистоте, в страхе Божьем, в искренности. Боже, мы избираем Тебя во имя Иисуса Христа. Пусть это будет сутью, пусть это будет нашим образом жизни, что я и мой дом будем служить Тебе во имя Иисуса Христа. Боже, помоги нам стоять, помоги нам доверять Тебе. Помоги нам, Боже, делать выбор в пользу Тебя, Твоей воли, несмотря ни на что. Во имя Иисуса Христа, Боже, мы благодарим Тебя. Мы доверяем Тебе, мы славим Тебя во имя Иисуса Христа. И все доскажут. Аминь.